Всем привет! Сегодня 31 мая 2022 год. На улице очень холодно. Ветер, дождь, сирень цветет. Уже завтра июнь месяц. Сирень только начинает цвести. Дома очень холодно, но сегодня я решила приготовить макароны. Термосервирователи. Это термосервирователь Туппервары. Это весы. Мы сейчас ровно 250 грамм макарон взвесим и будем варить в термосе. Ставлю на весы вот этот дуршлачок. Он весит почти 150 граммов. Мы нажимаем на тару. Обнуляем. Обнулили. И теперь мы насыпаем макароны из пачки. Оставшиеся тогда уже в какую-то емкость высыпем. Так, нам нужно 250 грамм. Макароны любые, какие вам нравятся. Снимаю без штатива, поэтому так для фотоаппарата с вами кручу. Итак, я была на мастер-классе, как использовать термосервирователь. И вот здесь 250 грамм макарон. Но именно 250 как бы норма, что они еще разварятся. Здесь нам нужно еще кипяток налить. Ставим в эту емкость. И сейчас я наливаю столовую ложку подсолнечного масла и потом заливаем кипятком до самого края, как можно. подсолнечное масло для того, чтобы образовалась пленочка и как бы тепло лучше задерживалось. Так, сейчас я буду добавлять масло. Так, добавили масло. Так, и заливаем теперь до краев кипятком. Штатив запотел, выключу пока. Извините, не штатив, камера. Так, залили водой. Накрываем крышкой сразу. И желательно накрыть полотенчиком, чтобы тепло там получше удерживалось. И засекаем 10 минут. Это очень удобно так варить. Например, можно и на даче кипяточком только залить. У вас макарончики готовы. Или вот, например, у вас особо времени нет, вот чтобы в кастрюлю налить воды и ждать, пока она закипит, посолить, насыпать макароны. Потом эти, чтобы пенки не убежали, макароны засыпать, караулить, мешать постоянно. Это очень быстрый вариант. Вот пришел, например, к вам там, ну, внук или дети, и вам быстренько надо макарончики сварить. Вы, как бы, делайте сразу два дела. Это залили, поставили и забыли. Ну, не забыли, а 10 минут засекли и все. И сами занимаетесь другими делами. Это очень удобно. Через 10 минут посмотрим, что у нас получилось. Прошло 10 минут, даже больше, так как я увлеклась там другим делом. Открываем наши макарончики и смотрим, что получилось. Так, убираем наш полотенчик Тупервары. Ой, здесь еще тепло, даже горячо. Открываем. Промывать их не надо уже. Они у нас там с маслицем, они и так не прилипнут друг к другу. Так, я сейчас вот так отодвину, чтобы видно было на камеру. Так видно. И вынимаем вот этот наш дуслочок. Водичка сливается туда. И мы ставим на крышечку. Так. И вот что получилось. Очень даже, думаю, хорошие макарончики. Сейчас я попробую. Вода горячая. Теперь их можно посолить. Так как здесь воды очень много, можно сразу солить. Но здесь воды очень много, эта емкость большая. Туда нужно вообще даже две столовые ложки, наверное, соли сыпать. Но можно и присыпать. Это кто как хочет. Макароны наши готовы. Промывать их не надо. Вот. Они не прилипают друг к другу. Все. Водичка здесь сейчас вся сольется. И можно их даже так и хранить. Я сейчас вот эту воду вылью. Эта вода нам не нужна. Переставляем наши макарончики сюда. Тут на крышку вода немножечко стекла лишнее. Мы ее выливаем. Накрываем. И они у нас еще могут быть тепленькое время. Некоторое время тепленькие. Вот. И все. Макарончики наши готовы. Кушаем с чем-то там, с сарделочкой или соусом с каким-то. И убираем в холодильник оставшиеся. Все. Быстро, хорошо, без заботы. Душумка. Продолжение следует...